всем привет приехал я сегодня в компанию фав вернее в ее представительство в россии в городе москва значит и вот сейчас пойдем посмотрим машины которые вы уже раньше видели до этого то есть это самосвалы большие 8 на 4 я так понимание здесь москве ну и в подмосковье пользуются достаточной популярностью на стройках и вот что мне даже больше интересно потому что раньше этих машин не видел это вот маленькие машины как я уже узнал называется фав тигер тигер тигр сейчас представитель компании выйдет мы пойдем на охраняемую территорию за этот заборчик и расскажем вам по этим маленьким машинкам значит я уже познакомился это сергей сергеевич мне представили сту фамилии не будем называть представитель компании фав восточная европа да правильно специалист технический специалист и андрей попов да по должности я не помню визит директор департамента продаж но собственно видите показываете на территории этого предприятия наш основной склад по продукции адрес тут какой ваш вашу вашу тинска шоссе 33 а офис у вас находится научный проезд дом 17 то здесь как бы база с техникой до офис там это наш новый наш модельный ряд маленьких в нашем плане маленьких автомобильчиков ну да если с четырехосниками это сравнивать с расвалами там у нас маленькие а почему тут проволокой чё примотано что тут приходит особенности доставки а они пачками для транспортировки да то есть они они идет скажем так грузится в свой вагон они контейнер грузится методом частичной погрузки друг на друге они в контейнере приходят до 40-футовики да наверное какой-нибудь 40-футовый нарток вылез ну да да то есть по две машины влазить да ничего себе так но эта машина я так понимаю это конкурент газончику нашему да газончику коротенько тувал дачу газон next наверно такой ближайший зоны да да такой по нагрузке он как пятитонник же идет шоссе поэтому ближе к нему ближе его по нагрузке за подъемность 5 тонн но вы мне как бы сказали что эту технику еще берут по спецтех под спецтехнику различную с манипуляторами манипуляторы мусоровозы ее можно взять под самосвал из этого какой шасси вот коротенькая пойдет под самосвал да да а что то есть такие сасовки пользуются популярностью да пользуется ну давайте представьте дачный поселок машина которая справа она туда просто не влезет не войдет а между где-то участками да а если войдет то она уже оттуда не выйдет не почему она выйдет так сразу с помощью тракторов поедет если по прямой она прямки и забор не будет обращать внимание то как она да так проедет по-другому нет этот проедет в деревне это хозяйство небольшое тоже будет полезен у него есть свой сегмент его в нем будет спокойно работать машина простая ничего нового сложного в этом автомобиле нету здесь это вот выключить его да одну вещь посмотрим на машине шестиступенчатая коробка передач все синхронизированная последовательно до подсушить до 24 вольта 24 вот нужно это увидеть понять самому убедиться в правдивости того что здесь происходит а у нас на газелях пом 12 12 она газончиках сколько интересно вопрос нашим подписчикам на газонах питание 24 вольта бортовая сеть или 12 я думаю что 12 на газоне это было бы логично хотя с учетом того что там дизель было бы лучше 24 двигатель вича и стоит 130 лошадей рядный 4 цилиндровый двигатель система питания common rail сказать система со своими плюсами со своими минусами сцепление здесь пневмо гидравлическая амортизаторы стоят амортизаторы до назад это уже машинка больше для города для для города скажем так даже для хороших дорог то есть если большие они рассчитаны уже на карьеры на то места где в принципе трактором дорогу разровняли и пошли то здесь уже нужно нужен асфальт или очень такое хорошее твердое покрытие привод коробки на тросиках управление кпп тросиковое сцепление здесь пгу стоит управление комом идет через пневматику если у вас двигатель работает ну таком уже вы сможете снимать уже с кому крутящий момент нос имеется ввиду настоящий машин до настоящей машине давайте про коробку отбора мощности заговорили расскажите какие не бывают сама коробка отсюда снимать сама коробка она одинаковая разница только выхода есть выход когда флянец под карданный вал есть выход когда вот этого всего нету закрытая часть ну скажем так мы продаем и закрытой части а вы уже дальше на собираете шлицы устанавливаете насоса что вам надо лицевой насос лицевое соединение дам дальше уже что вы подсоединять что вы хотите и третий вариант нету ничего просто здесь установлена заглушка на коробке передачи никакого кому нету то есть вы покупаете такое шоссе такое шоссе что вам надо того что вы хотите на не используя машину как и все машины здесь abs кабина системы евро 5 сейчас уже наверно не у них а вот из про это даже не стоит на рассказывать уже ну блин длинная машина мне нравится база такая вот для города все таки фургончик и за термически какой-то вообще изумительная вещь горный тормоз стоит я смотрю маленький с него включения до интересная машина вот все-таки получается по стоимости миллион 700 миллион 800 длинная до 1 790 миллион 820 очень интересно мне сколько стоит машина наши газончики просто чтобы сравнить стоимость понять его внешне мне эта машинка очень понравилось я конечно не знаю как она ну в работе сколько она там через определенный период пробега если кто-то есть у кого есть кто уже такие машины покупал пишите в комментариях всем будет интересно но внешне вообще очень аккуратный такой автомобиль и вот эта база у него тут больше 6 метров мне кажется монтажная длина для фургона это просто вообще идеальный вариант учитывая грузоподъемность 5 тонн до очень хорошая машина сигнал заднего хода стоит пищалка пластик пластик железо бампер смотрю изнутри пластмассовой а но внутри железная часть понятно снаружи накладка пластика запаска у нас на лебедки держится на команде до задние есть тоже решение такое мы опускаем вниз достаём также убираемся кстати не обратил внимание то есть рама наклепка да да а блокировки какие-то есть трансмиссии ну да судя по наличию подвода воздуха да то есть вот воздух только к тормозам по любви тут тормозах кроме того лечо вы больше нету на больше трубочек не видно и датчики abs идут вот это да судя по всему да тоже пошли они краны у нас тут лапковский должны быть тормоза да пневмогидровосилитель вот она вилка получается туда давит да 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 и линдер и вон воздух него подходит все у нас подшипник смазывается ось подшипник ось погуще смазывается шланг для чего вот это сделано охлаждение воздуха после компрессора чтобы он ну у нас компрессор выходит воздух горячий ну да его надо охладить то что горячий воздух попадет в ресивер на увеличение тут же будет обработан появляться конденсатор конденсатор что конечно поэтому у нас такой змеевик самогонная аппарата это вот что такая за коробочка блок силовых реле закрученные открыть пытаюсь блок силовых реле и там основных предохранителей силовых здесь то есть не в кабине предохранителя здесь основные то есть аж как у нас на нас на фаве основные реле главные реле силовые предохранители все находятся на улице около как мы это как сказать я с точки зрения там хулиган какой-то упрет выдернет их 20 колеса могут упереть они же все равно на улице колеса сложнее тут коробочку открыл чик чик открыл да достал открыл выйдет сделано с другой позиции если я поставлю такие предохранители где-нибудь в конце силовые у меня случится замыкание по проводке так у меня проблема началась отсюда здесь закон все понял как вся проводка выгаривая проводка да 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 с точки зрения скажем так безопасности да да но эта машина также нас оснащена кондиционером климат установка все я смотрю андрей кабину пойдемте к машине попросил у ребят поснимать машины они слишком к этому ответственно подошли решили выставить горит мы тебя сейчас красиво поставим машины на солнышке будешь снимать солнышко солнышко ветер все равно дует холодный хочу показать поднять кабину то есть как это происходит у нас есть механический фиксатор на кабине поднимаем открываем замки и еще дополнительный крючок и вот я ее подымаю вот она зафиксировалась ну и так на всякий случай палец еще всегда фиксируем еще пальчик здесь не упала это чтобы она не упала здесь мы видим краны abs тормозные камеры гидроусилитель рулевого управления гидраль антигравийка да местами 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 да вот ключевое слово в местами для нашего рынка чуть больше можно было для нашего рынка надо будет полностью делать антикоры и делать и утопу там что интегровировать в полостях заливать антикоры но вообще все равно вот я смотрю качество покраски то не плохое я не знаю конечно хотелось бы посмотреть какую-то старую машину в которой уже там хотя бы вот уже будет видно то есть хотя бы хорошие плохое она да но вот все равно смотришь вроде бы ничего вроде бы ничего ну как мы уже говорили система питания common rail двухплуджерный насос здесь на стоять фильтр тонкой очистки топлива виска муфта то есть в плане каких-то новаторских решений здесь нету ничего вопрос все просто все сделать для того чтобы просто они ездили минимум поломок у вас был турбинка маленькая стоит маленькая турбинка генератор насос компрессор и сам себе компрессор вот здесь нас вот это получается я думал что это компрессор с той стороны с компрессор думал воздушная воздушная вода внизу стоит получать это компрессор уже как бы на пневматику на завоз здесь впереди у нее идет гидроусилитель насос гура вот радиатор кондиционера с правым колесом ничего тут ему не будет вот здесь она опустится получается будет вот так вот закрываться закроется да да вот основную но хотя примерно на том же на той же радиатор вот здесь уже интеркулер стоит ну он не лазит по карьерам ну да у него все-таки дорога у нас иногда дороги бывают такие тоже зависимости от населенных пунктов ведь них он наверное машинки не только в подмосковье будут эксплуатироваться ну ваши коллеги блогеры они и bentley поставили на гусеницы зависит от плохих дорог вичай очень любит железные трубки такие значит нержавейка причем судя по внешнему виду до двигатель четырех литровый мощностью сколько у него 130 лошадиных сил 130 лошадей до стульбины из промежуточного охлаждения подаваемого воздуха ну с интеркулером фильтр грубой очистки подогрева ну вот эта часть увидите си насос там же подогрев вот к нему приходит но самое основное да если вы купили эту машину где-то в глубинку вы найдете без проблем такой фильтр в любом магазине автозапасных частей это наш рода элемент до фильтрующими он внутри стоит нет это фильтр сам вот эта вся штука это фильтр до пл220 вот этот стандарт пл220 вы можете вичай открутить поставить сюда пл220 на больших машинах пл420 более большой у кабела шумоизоляции ну очень легко управляется машинка то есть вот во время когда вода дайте мы дождем ездим дожди не вот вода отсюда попадает сливается здесь разряжение она как бы зажимается трубка дальше готовы вышли ну воду слились у вас фильтр сухой идем в кабину до опустим посидим маленько давать а мощный такой герметик замазан стыки кабины антенны я смотрю как на старых японских автомобилях да а единственно да да вот она убирается на старых и пушках то кто помнит наверное семидесятых восьмидесятых годов выпуска японских автомобилей у них также антенна стойку пряталась это антенна же правда да да стеклоподъемники в базе на всей машина всегда на всех машина так все тут не все зеркала поставлены да у нее еще там зеркала есть как бордюрные должны быть приятный на самом деле рычаг такой мягенький управление съемные чехлы получается на молнии дермантин же но дермантин конечно понятно что дермантин а где сейчас не не дефектин так здесь насколько один прикуриватель что у нас так вот пепелиться и двери да вы все для курящего водителя горячего водителя подойдет рулю на вот тоже вперед на чесим да ну-ка гоночного режима это не получается на коле гоночного режима да здесь не получается кто еще не видел очень у нас будет ролик еще про масса самосвал 8 до 4 гоночного режим посмотрите в этого роли сергей сергей сложит роль в гоночный режим как на ferrari на его и сиденье так же сиденье раскладывать ну эти машины уже глонассом комплектованы сразу сюда я на своей машине езжу периодическую музыку даже не включая вообще не куча музыку не знаю почему напишите вы это послушайте музыку все слушаете послушать радио что-то не знаю от него уж как в последнее время я иногда слушаю бизнес-канал там есть у нас 11 единственное у вас там москве побольше у нас один на челябинсков из бизнес-канал есть там какие-то новости еще крутят я его слушаю музыку вообще не слушаю как-то вот видимо возраст уже до начинаешь прислушиваться и после этого хочется музыку вообще перестаешь слушать я я просто в один момент как-то задумался думаю почему у нас столько много разлив в развлекательных каналов нет у нас образовательных канал почему у нас по радио вечно всякую музыку развлечения только на что мы растим обществу потребитель не граждан а потребителей я когда это осознал я перестал включать музыку так что нас у нас и здесь горный тормоз на этом автомобиле отсюда управляется нужная вещь да вот тут а сейчас подожди сейчас не прожреть масса досос машины все это компрессор а компрессор да он правильно стучал свое и все накачал воздуха вот она у меня тоже есть тоже есть пепельница то есть курящий пассажир тоже предусмотрен это культивирует тоже курение медицина наша борется борется люди бросают бросает нет когда уже машины пойдут без пепельницы у меня без пепельницы вообще нету вообще нету но у меня американец там давно уже они перестали культивирует у нее нету пепельницы прикуриватель есть пепельницы причем как розетка есть прикуриватели нету она розетка вещь нужна да а прикуриватель самого нету штурмовский фонарик наш что 6 6 6 ступка кстати да да очень приятный рычаг он так хорошо в руку ложится водители будут снимать их наверное на легковушки ставить да вот она включается хорошо очень информативно дальше то что это новая машина еще пока не разработана ничего ну вот у тебя встал